Команда Старого Городка показала исторический результат на чемпионате России по спортивной акробатике. Спортсмены завоевали пять из пяти возможных золотых медалей. Кроме того, серебро в смешанных парах и бронзово-мужских тоже наши. Что стоит за успехом? Об этом и не только мы сегодня и поговорим. Здравствуйте! В прямом эфире ТВ-программа «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии Ревас Владимирович Гургенидзе – заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, 11-кратный чемпион мира. Кирилл Старцев и Виктория Аксенова – смешанная пара мастера спорта международного класса, многократные чемпионы России, многократные обладатели Кубка мира, чемпионы Европы, победители европейских олимпийских игр. Мне кажется, можно было бы еще продолжать. Не все мы еще озвучили. Телефон прямого эфира 8495-508-86-84. Звоните, задавайте ваши вопросы сегодняшним героям. Кроме того, свои комментарии вы можете оставлять в Инстаграм. Там сейчас тоже идет прямой эфир. Судя по количеству титулов, которые мы сейчас озвучили, успех, наверное, был ожидаемым на чемпионате России. Или все-таки это каждый раз новая страница, новая глава в истории? Абсолютно новая. Каждый раз мы готовимся. Конечно, мы рассчитываем именно на ведущие места, так как это соревнование – это отбор на грядущий чемпионат Европы и следующий чемпионат мира был. Поэтому, да, мы готовились исключительно бороться за золото, за путевку. И, собственно, вам это удалось. Вот 5 из 5 – это как? Фантастика. Ну, это такой беспрецедентный, так понимаю, случай. На самом деле, да, это, скажем так, скорее всего… Ну, вот на моей памяти это было впервые в истории, что с одного города, с одного региона спортсмены забирают все золотые медали и такое количество путевок на ближайшие соревнования мирового уровня. Вот. И поэтому, да, это исключительно труд спортсменов, тренеров, которым материализовался в такой вот результат. Вот смотрите, да, говоря современным языком, спортивная школа Старого Городка – это уже такой бренд. Это определенная ответственность. Это планка, которая стоит достаточно высоко. Вот насколько тяжело соответствовать этой высоте? Ну, на самом деле, несмотря на вот визуальную легкость выступлений ребят и вот эти вот огромное количество регалий, которые вы называли, это очень тяжело, это каждодневный труд, это две тренировки в день. Ну, это очень сложно. И плюс это огромная ответственность как перед людьми, которые ожидают, перед руководством, непосредственно перед собой, потому что когда ты себе поставил определенную планку, ну, ниже этого уровня не хочется опускаться. Ребят, вы в чемпионате России участвовали? Да. А вот рассказывайте, ваше впечатление, может быть, соперники были слабы, поэтому столько медалей мы завоевали? Да нет, соперников было в этот раз очень много, там, по-моему, больше 30 составов было, все очень хорошие составы. Конечно, после карантина все как-то тяжело, мне кажется, выступать, но тоже хорошо. У нас, с другой стороны, наверное, есть радость, потому что наконец-то живые выступления начались, соревнования возобновились. Конечно, давно ждали соревнования, все, готовимся, готовимся, и очень радуюсь, что соревнования хоть какие-то появляются. В целом, несмотря на такой постпандемийный период, можно сказать, что мы вот уже выходим, огромный, в целом, уровень самого чемпионата, он довольно высокий, я бы сказал, наверное, один из самых высоких за последние годы, то есть не только в Московской области сильно развита акробатика, очень много регионов на очень-очень сильном уровне выступают, то есть это было, в принципе, в целом в России самое ответственное соревнование в году, и все, скажем так, представители других команд рассчитывали попасть в это число, то есть выступает порядка 500 человек и больше на взрослом чемпионате России, а на чемпионат мира поедет 13. Вот в это заветное число в команду мечтает попасть огромное количество людей. Но не всем это удается. Вот, Кирилл, судьи высоко оценили ваше выступление на чемпионате России, но мы-то знаем, что самые строгие судьи для себя сами спортсмены. Вот есть к чему придраться в своем выступлении? Конечно, я всегда нахожу. С шефом обсуждаем, что подправить, подкорректировать. Он во многом такой любит самоездом заниматься. То есть такой внутренний перфекционист у него очень сильный. Да, но это, в принципе, в какой-то мере и движущая сила, которая, в принципе, мы-то все разные по характеру, по психотипу, но именно это, как бы, коммуникация, она приводит к тому, что, как бы, ну, пока что все, слава богу, получается. Ну, вот спрошу, как есть? Виктория такая хохотушка, да? Кирилл такой саркастичный красавец. Вот, и все-таки они вместе успешно выступают. Как вы подбираете пару? Вот, как вы видите, они точно смогут, и у них точно будет хороший результат. А вот у этих, к сожалению, не получится. Их лучше как-то по-другому. Ну, на самом деле, относительно вот этой пары это случилось просто вот так вот. Потому что напарница, которая стояла с Кириллом, она что-то как-то расхотела заниматься, то есть не готова была тянуть сложную нагрузку. Вот, а у Виктории получилось так, что напарник, который с ней стоял, ему немножко тяжеловато было, как-то он, ну, не справлялся. И просто, я говорю, так быстро поменялись. Раз, раз, раз. И о, через, там, 15 минут я такой смотрю уже, такой довольно сложный элемент, как стойка на одной руке. Они такие раз, и стоят. И вот как-то вот с этого началось. Но то, что, в общем-то, мы пришли к тому результату, который сейчас, это, ну, выработанное, скажем так, как, ну, притирку, что ли, прошли. И взаимопонимание какое-то выработалось. Когда-то кто-то должен уступить, кто-то должен поддержать, кто-то должен направить, либо подтолкнуть к каким-то ответственным шагам. Там, это ж тяжело, это большой спорт. Там, и трюки у нас одни из сложнейших. И чтобы пойти на этот трюк, и у Виктории должна быть уверенность как-то в партнере. И при этом, и от меня должна тоже исходить вот эта вот поддержка. И мы должны смотреть на нее и понимать, что да, она вот готова, сейчас пойдет. Вот такая не случайная случайность получилась. Ребята, вот ваше первое впечатление друг от друга. Вик, давай с тебя начнем. Вот ты увидела Кирилла, поняла, что теперь придется с ним тренироваться и выступать. Ну, вообще, мы соревновались, грубо говоря, в других разных составах между собой. И как бы видела, замечала его, видела, что хорошее, нижний, так сказать. И более-менее уже знала, что как. Ну, так. Судьба свела. Кирилл, немногословный. Да. Это была любовь с первого взгляда, да? Нет, Кирилла. Где-то одна из тренировок по три часа где-то каждая. Это за неделю. Достаточно много. Да, поэтому у нас взаимопонимание, конечно. Я про них знаю, и они друг про друга больше, чем родители. Но это как семья уже. Ну, да. Говоришь, сестра. Да мы, в общем-то, соревнования такие, как вот европейские игры, через такие соревнования просто вместе пройти, это уже такой, знаете, ну, большой опыт. Как через какое-то испытание и радость Про притирки А как притирки пройти успешно? Чтобы это не закончилось Разладом, расходом в разные стороны А все-таки успехом и сложившейся парой А это и есть наисложнейший момент Есть очень талантливые Перспективные ребята, составы Которые в определенный момент Где-то какой-то надлом, сбой по характеру Происходит, кто-то не уступает Кто-то свое я ставит Больше на первое место перед результатом И зачастую Распадается Кто-то начинает конфликтовать с тренером Потому что начинается какой-то период взросления И на определенном моменте Спортсмен не готов Слушать какие-то замечания Ну и во многом Многие умные люди Слушают, чтобы услышать А кто-то слушает, чтобы ответить Вот в этом принципиальная разница Если человек понимает, что есть тренер Это взгляд со стороны Это человек, который компетентен Ты ему доверяешь свое, скажем так, будущее И это человек, который хочет тебе помочь Кто-то более, как вы говорили, громкий Кто-то более спокойный тренер То есть, ну, в основном Абсолютно важна вот эта вот коммуникация И вот это вот взаимодоверие И взаимоуважение То есть тренер тоже со своей стороны Не должен передавливать Но вот зачастую Мы видим, можно сказать, даже нередко Вот с какого-то города Может раз и не приехать какой-то состав Почему не приехал Там где-то Это же не только вот спортсмены и тренеры команда Это и родители, и школа И там университет у кого-то У кого-то там Кто-то в армию уходит Или еще что-то Вот Все-все-все вместе зависит Там куча факторов должна сложиться Чтобы, допустим, вот Получилось собрать пару Ну, мы это называем состав Пара, группа Чтобы получилось вот собрать этот состав Который стрельнет, выступит И будет, скажем так, защищать честь страны Поэтому За вот этими пятью составами Стоит огромная работа Мне кажется, любому тренеру Можно еще смело давать диплом психологу Ребят, признавайтесь, обращайтесь К своим тренерам за советом Не спортивным, а может быть Каким-то таким жизненным Ну да, у меня иногда бывает Так, что грустно Вот прихожу на тренировки Вас мне сразу спрашивают Что не так там Что случилось Может, помогает уже как-то Находит нужные слова Конечно Кирилл Нет, я по работе больше Чисто по работе Все по деловому По деловому, да Иначе А я вот О родителях мы еще с вами поговорим Чуть попозже Вот давайте, да Начнем, ну, со стоков Как говорят Ревас Владимирович Вот перед вами Стоял ли выбор спорта В детстве Или выбор был предрешен? А я думаю Мне не то, что его ставили Вот этот выбор А просто я его сам себе поставил Потому что мне вот безумно нравилось Там, если меня брали с собой На тренировки Я такой приходил Классно Все что-то летают Какие-то штуки Круто, интересные Это часть жизни, наверное, просто бывают Да, и плюс мне можно было там Пролезть, попрыгать на батуте Там, или в поролонках Там в этой яме Покопаться, это вообще же замечательно Вот И в целом Я первый раз Что-то выступал на соревнованиях Лет в пять Вот У меня еще такой диплом Остался еще Тоже какой-то союза Вот В мужской паре Вот я работал Да И Потом как бы Что-то там бегал Просто по залу Как бы несколько лет И уже что-то лет Наверное в десять Вот так вот на меня Серьезно уже обратили внимание Родители Как-то сказали Ну ладно, что он просто так бегает Давай начинать там Как-то его тренировать Да И это Возымену успех Да, да, да И то, что когда вот сейчас Родители многие приводят детей И когда они там В восемь, в девять лет Уже не видят какого-то результата Говорят, а когда нам уже дойти До кандидата в мастера спорта И я им говорю, что Ребята, мы в девять-десять лет Вообще только Приходим Ну вот я в десять лет Просто, считай, можно сказать Пришел На плюс-минус какое-то Под серьезное какое-то Внимание попал То есть поэтому Кстати, когда первый результат был? Вот первая такая победа Которая запомнилась Ой, первая победа, наверное Это было первенство России В 2002 году Мы уже так несколько лет С Аней Качаловой работали Это вот с 97-го года Мы в паре стояли Вот пять лет И это мы первый раз Выиграли первенство России Это было прям очень-очень классно А, нет, в 2001 году Первенство мира было Вот до того Сразу серьезно Так что да Да Ребята, а как вы пришли В спортивную акробатику? Вот почему именно Спортивная акробатика? Ну, вообще Я первого сентября, получается Стою на линейке В школу своей А там спортшкола Рядом с обычной школой И тренера, видно, ходили Смотрели, выбирали Ко мне подходит тренер Такая Не хочешь, например Пойти посмотреть, как акробатика? Ну, зайду Зашла Прошлась на носочках Сказали, ну, подходишь И вот С тех пор Вот с первого класса Я занимаюсь С первого класса Это сколько лет сейчас, получается? Двенадцать лет уже, по-моему Тринадцатый пойдет Не хотелось, бросьте, уйти Бывали моменты, конечно Но все равно Рада, что осталась Кирилл Как в твоей жизни появилась Спортивная акробатика? Меня отправил папа просто То есть это было папе на решение? Да Но, судя по всему, тебе оно пришлось по душе Ну, нужно было спортом заниматься Ну, хоккей, например Ну, хоккей далеко от дома был Акробатика ближе всего И чтобы я сам ходил самостоятельно Вот он меня отправил туда Ну, а впечатления были какие? Да, круто Там фляки, сальто Вот помните же наверняка, да, первые шаги, ребят? Вот как все начиналось? Ну, в целом Я их помню уже там В таком периоде, как ребята уже начинали выступать На таких плюс-минус всероссийских соревнованиях Они же были как бы порознь Вот Кирилл неплохо выступал И самое интересное, что первый тренер Кирилла Мы с ней вместе В команде выступали еще Как спортсмены Вот, потом жизнь как бы Ну, вот так развела Кто-то в разных дисциплинах себя пробовал Вот И через какое-то время Она вот Активно там опять занялась Акробатикой И вот Натренировала такого парня тоже Которого потом передала А вот теперь давайте вернемся к теме родителей Да, вот так говорится Соревнования Спорт это и родители, и большая команда Вот родитель тренеру помощник Или все-таки Скорее Такой мешающий элемент Да, вот недавно была тренировка у сына Другой вид спорта Там папа кричал громче тренера Что делать его сыну нужно на ледовой арене И вот Как найти ту грань Чтобы родитель не мешал Чтобы он помогал И чтобы вот эта команда состоялась В целом У меня вот личный пример Я так часто его рассказываю Что приходя домой У нас был просто дом То есть семья Учитывая, что родители тренеры Вот Мы приходили абсолютно Какими-то такими Домашними, бытовыми вещами занимались Не то, что мы там обратно приходили И погружались там В то, что было на тренировке Да То есть потому, что Ну, у ребят должно быть и детство И все То есть это абсолютно нормально Да То, что вы сказали Когда вот на площадке что-то это происходит Это вообще в целом Это ну Любой тренер вам скажет Это абсолютно неприемлемо Потому что Если ты привел ребенка Ты тренеру доверяешь Должен быть полный контакт И многие родители Допустим Которые посещают Такие Больше как батутные центры С детьми Больше такой Развлекательный момент А они немножко не понимают Почему им сейчас Ну не надо быть здесь А вот надо допустим За дверкой подождать там Тот час или сорок минут ребенка Почему она вот здесь не должна быть А вот это во всем мире же одинаково Это практика Она же не просто так Отвлекает любой родитель И ребенок даже иной раз У нас У меня даже есть ребята такие Их ну мало правда Но Которые на соревнования Просят родителей Чтобы они не приходили Потому что как бы Там какая-то гиперответственность Включается Либо они видят Как волнуются родители И их это ну Может вышибить просто Из колеи Поэтому А на тренировке Это вообще Просто Если родители сидят Где-нибудь на трибуне Или рядом А у нас вид спорт Сами понимаете Какое там и вращение И все там Концентрация Там миллиард процентов Должна быть Супер включение Вот И плюс где-то Можно чуть-чуть И там подбиться И рукой где-то стукнуться Или еще что-то И родители видят Это уж конечно Смотреть как твой ребенок Там Даже мы вот Своего ребенка У нас дочка Мы ее когда вот Просим уже Мы ее вводим Потихонечку В спортивную Вот эту вот В спортивную семью Скажем так Мы просим Чтоб тренер с ней занимался А сами как бы Ну стараемся Не подходить Потому что Ну в любом случае Это отвлекает Ребят Вот Расскажите пожалуйста Как вы Настраиваетесь На соревнования Да Вот сейчас тренер Говорит Это всегда волнение Должна быть Концентрация Вот не обращать Внимание на родителей Наверное Слушать совет тренера Который он давал Перед выходом Как быть Что делать Посоветуйте Тем кто может быть Захочет повторить Ваши успехи Ну вообще Мы разминаемся Как обычно На тренировке Спокойно Все Конечно волнение есть Но там Кирилл Вроде меня отвлекает Шутками Еще чем-то Так мы стараемся Стараемся не зацикливаться На этом В общем Так Как на тренировке Вот Кирилл Кажется Само спокойствие Прихожу Создаю Атмосферу Такую Лайтовую Разминаемся Подшучиваем Тор раз сделали Связочку сделали А уже все Выходить надо Я говорю Ну все Мы это уже Тысячу раз сделали Пошли Сделаем И все А вот что самое сложное Перед соревнованиями Это ожидание выхода Это вот собственно Да Само выступление С точки зрения Да Напряжения Что тяжелее Или выходишь И уже вообще Обо всем забыл Вот есть программа Ее надо сделать Ну Ну собственно Когда ты наступаешь На ковер И вот все У тебя врубаются Все вот эти вот Резервы Вот самое интересное Вот так вот Научиться управлять Адреналином Вот этим своим Которые прям Правильно Подгадать разминку Как Ну даже Многие ребята Разминаются Потом сядут И минут 10 Достаточно посидеть И они выходят И уже все Они уже не в том состоянии В котором Скажем так Они себя подводили Для того Чтобы стартануть Ну и вот опять же С каждым Спортсменом Это индивидуально Опять же Как-то вырабатывается Вот Ребята нашли Какой-то свой Абсолютно формат Поэтому да Я зачастую Сужу соревнования Особенно международные И когда я с ними В разминичном зале Нахожусь У меня там конечно В другом формате Как со стороны Тренера выводящего Я конечно да У меня там Просто в мозге Вообще не понимают Что происходит Поэтому я говорю Ладно Как разминаетесь Так разминаетесь Уже просто не лезу к ним Там так что-то технически Там подсказываю Что со стороны вижу Знаете один раз Мы брали интервью У хоккеистов Перед матчем У хоккеистов Неоденцовских У наших противников Потом пришел тренер И начал на нас ругаться Что вы делаете Интервью Перед игрой Никогда Это плохая примета Они потом кстати проиграли Не знаю Сработала примета Или просто так получилось Ну потому что он создал Сам вот эту вот Иллюзию Атмосферу Да И погрузила ребят Агроматы не верят в приметы Да ну верят наверное Бывает да По-разному Но я говорю Часто говорю фразу такую Что многие путают Плохое ведение дела И предначертание судьбы То есть где-то Наверняка Они проанализируют Свою игру И поймут Что где были Какие недоработки И почему это случилось Почему соперник был сильнее И просто Ревас Вот можно с одного взгляда Там вот На Кирилла например Ну которому например Восемь лет Определить Вот добьется успеха А вот этот вот мальчик Пожалуй нет У него ничего не получится Ну антропометрия Безусловно важна Но у нас как бы Акробатика такой вид спорта Что нам нужны И высокие И маленькие И такие ребята крепенькие Но опять же Все это Кому-то будет потяжелее даваться Кому-то будет полегче Но благодаря усердию Трудолюбию И грамотному подходу Со стороны тренера Пониманию со стороны родителей Что где-то надо там Ребенку сегодня не сходить Макдональдсам Или еще что-нибудь Вот Это все и приводит Ну огромное количество шагов Которые тебе приводят К результату У каждого же свои задачи Кто-то хочет добиться Высоких результатов Для кого-то важно Для родителей Чтобы ребенок В определенный период Времени жизни Не ушел В какие-то плохие направления Чтобы он был Под серьезным присмотром То есть это же тоже Абсолютно важно У нас акробатика Парно-групповой вид спорта Занимается много людей У тебя ребенок в коллективе Ребенок учится коммуницировать Ребенок учится преодолевать себя Поэтому Я считаю, что это, конечно, очень важно В целом вообще заниматься спортом И вот в акробатике мы не говорим Какому-то ребенку Что нет, ну ты нам вообще не подходишь Как бы Приходи когда-нибудь потом А вот если взять Да, мы с вами немножко говорили Об этом до эфира Талант и трудолюбие Да, вот может ли Человек, у которого нет Каких-то особенных способностей От природы Но он обладает трудолюбием Добиться Ну, таких же успехов Как ребята, скажем Я так полагаю Что, в принципе, кажется Человек в каком-то направлении Талантлив Потому что в любом случае У кого-то развита больше физика У кого-то координация У кого-то гибкость Уникальное сочетание В принципе, это когда человек Приходит гибкий Пластичный очень И при этом сильный То есть это такой уникальный случай Это как вот У нас Дима Булкин Который он стал И чемпионом мира стал И Минуту славы выиграл Благополучно В Дюсале уже много лет работает И вот сейчас у него Собственные проекты Он в разных шоу Участвует Студию свою построил То есть Это вот такой пример Вот абсолютно Уникального сочетания Ну, а В целом Можно сказать, что Для любого Акробатика Вообще такой вид спорта Он для любого человека В принципе, подойдет Но вот за счет Можно сказать Трудолюбие Человек На каком-то уровне Если есть человек Талантливый Которому полегче дается И другой человек Который просто Каждое движение Постигает этим трудом У которого больше Вести боли Ярко мышечная память Какая-то вырабатывается То есть Он больше даже ценит Вот эти навыки Приобретенные То есть Он на каком-то моменте В принципе Может талантливый человек Который недорабатывает Может его обойти Конечно, талант важен Безусловно Ребят Расскажите Как проходят Ваши тренировки Например, у фигуристов Есть хореография Есть УФП Ледовая подготовка Много-много раз в неделю Акробатическая подготовка Вот, да Из чего складывается Ваш тренировочный процесс Ну, разминка получается Разминаем элементы Проходим композиции То есть элементы с танцами Потом все по элементам Опять отрабатываем И потом вкачаемся В эту УФП Делаем Структура подобная В принципе В любом виде спорта Который содержит Хореографическую Такую артистическую часть Безусловно Это огромное внимание Уделяется Хореографической части Растяжки, гибкости Физика И элементы Ну, спорт, да Это такой образ жизни Вот, мы уже поговорили Про Макдональдс Да, который вот Надо, наверное, пореже Чтобы добиться успеха Какие еще ограничения Спорт на вашу жизнь наложил? Чего очень хочется А не как? Может быть Вкусный десерт Раз в год По большому празднику Или Что-то еще? Ну Как сказать Для верхнее Мне больше нужно Как-то вес держать Поэтому там В еде иногда Себя ограничиваю Где-то может Наоборот Больше отдыха надо Чтобы лежать Ну, по-разному бывает Режим 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 Пойти И нужно обязательно Вперев поспать еще А книжку какую читаешь Сейчас Или может быть Какая любимая? Антихрупкость Талеб При этом Вы еще успеваете учиться? Ну, успеваем Все успеваете? Все Вот это Дисциплина Это дисциплина Безусловно И Можно сказать Что Многие Апеллируют Тем, что Нужно выбирать Учеба Или спорт И это вообще Абсолютно Такая Глупость Потому что Ну, если вы Пообщаетесь Практически Со всеми Спортсменами Которые достигли Каких-то результатов Понятно Что Несмотря на Какой-то Своё Вот этот Образ Который Люди держат Перед камерами Или еще перед чем-то Это абсолютно люди Которые В принципе Успевали все И образование Оно Безусловно Важно Я бы Даже Не ставил Какой-то выбор Между Между тем Что нужно Но просто Огромное количество Примеров Людей Которые В целом Успевали все Никто Вот И мы в школе Учились В свое время Нас никто По школе Абсолютно Не жалел Не успевали Мы как-то Отпрашиваться Каких-то уроков Там В связи С соревнованиями Если это были Важные уроки Которые Ну допустим Скоро будут контрольные Или еще что-то Мы просто на тренировках В 6 утра уже ходили Вот И видимо Все это Как бы Сформировало Ну У нас Такими Какими мы есть И вот поэтому Видимо Тоже результаты Образование Безусловно Важно Потому что Ну По мне Очень страшно Представить человека Допустим Который занимается Единоборствами Но при этом У него нету Элементарного Нормального Образования То есть Это научить человека Грубо говоря Бить или нанести Скажем так Физический прием Относительно Другого человека При этом Не оккультурить его И не дать ему Достаточного образования Это очень Все взаимосвязано Да А как понимаете Что ребята готовы К соревнованиям Это Идеальное выполнение Элементов Программа на высоком уровне Как вы понимаете Что уже их Можно выпускать На соревнования Тут важно И заранее Слишком сильно То есть Не передавить Не поспешить Да В целом Уже наверное Как-то выработался Какой-то алгоритм Понимания Как вести Тренировочный процесс Когда такое Межсезонье Мы можем Какое-то время И по одному Разу в день Потренироваться То есть Либо просто Посидеть не на Комбинациях Целиком А на отдельных Элементах Подумать О будущем Какие-то Новые комбинации Отработать Потому что У нас сейчас Закончился Период таких Чемпионатов России У нас Немножко Различается Программа Международного Формата И программа Которую мы Делаем на Чемпионате России То есть У нас есть Здесь Такое Небольшое Дополнение К правилам У нас есть Дополнительная Надбавка За супер Сложные Элементы На Международных Соревнованиях Такого нет Видимо Для создания Конкурентной Обстановки Поэтому К чемпионату России У нас Такое Более Расчет На вот Эти Трюки Которые Нам дадут Дополнительную Трудность На Международных Соревнованиях У нас Более Упор На Чистоту Комбинации Идет При сохранении Все-таки Самой Высокой Сложности Чистота Программ Поэтому К каждым Соревнованиям В принципе Мы Подводим Соответственно Тому Что нам Требуется По итогу И В принципе Да Мы понимаем Когда немножко Нужно ослабить Нагрузку Когда подвести Ближе к делу Все-таки Маленькие Секретики Все спортсмены Начинают С чего-то Бывают в жизни Поражения У вас Были поражения Ребята Были конечно Вот как это переживали Расскажите Руки не опускались Не хотелось Все бросить Тяну его Пойду в баскетбол играть Да нет Понимаешь Надо больше Стараться Больше Трудиться над элементами Что-то как-то Более-менее Отпустить Вот это то Что было Ну это какой-то опыт Все равно же идет Поэтому У всех Мне кажется Бывают такие Неудачи Надо учиться Конечно Перебарывать себя И объяснять себе Собственно говоря Почему это произошло И поражение Это же в целом Такая штука Она тебе просто говорит Ну а ты не хочешь Стать лучше Вот в этом-то Ну то есть Тебе вот здесь Не хватило Либо физики Тебе не хватило Либо тебе упорства Где-то не хватило То есть И в целом Любой человек Даже Который там Во многом Пеняет на судей Или еще что-то Говорит То есть Почему Человек продолжает Развиваться То есть Он в целом Все равно Глубоко в себе Понимает Почему Как бы так-то Так-то И так-то Произошло Поэтому Умный человек Он Воспринимает Это как Вот тебе Открытую книгу Положили Вот сделай Вот так-то И будет все хорошо И поэтому Некоторые спортсмены Начинают Да Просто углубляться В себе Сели мысль о том Что Все несправедливо Меня засудили Это нечестно Там И все И перестает развиваться Собственно говоря Такой Толчок к развитию Просто происходит И он обязан быть У каждого человека Потому что Ну Жизнь будет бить Скорее всего Больше чем спорт И поэтому Спортсмены Они уже В таком возрасте Как 15-17-18 лет Они уже За свою вот эту Вот карьеру Даже небольшую Они уже научились Как-то Бороться И сопротивляться Вот этим внешним Раздражителям Быть сильнее И становиться Приигравшие Очень часто говорят Да-да Вот Не повезло мне Вот Везение Скажем так Победа Это закономерный Результат труда Или все-таки Везение Здесь тоже важную роль Играет Я думаю На первом месте Труд конечно Ну И везение Да Потому что Ну Абсолютно Такие вещи бывают Там Ну Бинт размотался Там Или Еще что-нибудь За линию На помосте Можно зацепиться Все что угодно Может произойти Поэтому Фактор как такового Везения Поэтому у каждого Спортсмена Наверное Какие-то там Такие секретные Ритуалы есть Вот хотела Как раз спросить Ну так они же секретные Не расскажете Они же секретные У кого-то Бинт там был Там как-то так Замотан У кого-то Еще что-то Ну да На экзаменах Мы все пятачки Клали под пятку У спортсменов В общем Тоже есть свои фишки Но они секретные Поэтому мы Не узнаем К счастью Или к сожалению Наверное к счастью Потому что Все-таки Мы гордимся Нашими спортсменами И спасибо вам Большое за это Сейчас Что в повестке Спортивной школы Старый городок Чемпионат мира Это первенство мира И чемпионат мира Мы сейчас В целом поговорили За соревнования О соревновании Которое Прошло в Одинцово Это был чемпионат России Но Немножко упустили Тот момент Что Незадолго до этого Прошли Три первенства России Из которых у нас Отобралось Большое количество Наших ребят Юниоров Которые Также поедут Защищать честь страны На первенство мира Первенство Европы Ближайшие Вот И В целом Они-то Это команда Которая уезжает Даже чуть раньше То есть Они А мы у них Уже потом Чемпионат взрослый Уже будет Перенимать эстафету Надеюсь Победную Отдыхать некогда А конекулы Кстати Бывает у спортсмена Да Недельки две Максимум Получается Изредка Где-то наверное В начале лета Или в зависимости От сезона В зависимости От соревнований В зависимости От соревнований А вот как отдыхать Отдыхать ведь тоже надо Тренировок много Учеба есть Вот мы уже Про Кирилла поняли Что он бегает И читает книжки Вика Как ты отдыхаешь Как расслабляешься Где черпаешь силы Когда ну вот Домой нас отпускают Я езжу домой В Курган получается К маме туда Там просто Ничего не делаю Грубо говоря Гуляю по городу Просто Не знаю Какой отдых больше Спокойный Кирилл Ну а для тебя В глобальном плане Каникулы как выглядят? Ну можно В Сочи съездить С банджи прыгнуть Очень увлекательно Мне понравилось Ну или в Киров Можно к маме тоже съездить К сестре А тренер Какие рекомендации дает На каникулах Зарядка Там пробежки Да я их отпускаю Абсолютно Вот эти две недели Конечно да Ребята вот особенно Взрослые Они там посвятить себя Своей У любого человека Аж должна быть Личная жизнь У нас абсолютно Такое здравое Со всеми спортсменами Сотрудничество То есть мы в целом Ребята у нас И юниоры растут Они же видят Тем более старших Что несмотря Вот что они сидят Ребята веселые Они Сверх собранные И на соревнованиях От этого И такие результаты Серьезные Они же все это видят Что вот эти люди Как бы Вроде как уже имеют Большие регалии И при этом все равно Как бы Молча пашут И поэтому да И юниоры тоже Так довольно ответственно Уже относятся В этом плане Нам конечно Чуть-чуть полегче Уже становится Потому что ребята И родители Уже с пониманием Относятся к тому Что да Это осознанный выбор Уже ребенка И ребята Хотят серьезно Этим заниматься А для тренера Ну вот Я уже обожаю Приехать в какое-то Такое место Отдыхать С семьей Обязательно И вот Чтоб там просто Было как-то тихо Ну желательно на море Да Просто сейчас все было закрыто Поэтому Ну так же Сочи Тишина Курорты Краснодарского края Да А вот кстати говоря Ограничивает ли тренер Ребятам пользование Смартфона Вот опять же К хоккеистам возвращаюсь У них в день соревнований Все забирается Чтобы они по дороге Например Куда-то если на выезде Игра Не сидели Не отвлекались Сосредоточились А я даже думаю Не в этом дело Зачастую начинаются Какие-то переписки И кто-то может Какие-то комментарии Прочитать такие негативные Которые могут там Психологически надавить Но в целом Можно так сказать Что нас-то Особенно у юниоров Там у детей Родители Когда мы когда-то едем На соревнованиях Просят сказать Не давайте ему телефон Только пожалуйста Говорят Чтобы он там часами Не сидел в нем Да И вот От нас-то Ну так сильно Этого не зависит Во-первых мы И особенно как судья Мы вообще крайне заняты На соревнованиях То есть Там У нас есть и Руководитель команды Который там Организовывает Чтобы вовремя Все сели в автобус Приехали куда надо Там у нас Ну сверх строго Это все А так В целом Уже каждый человек Сам себе решает Кому-то интересно Вот вести Такую социально Активную жизнь Скажем так В соцсетях А кто-то наоборот Там Может удивитесь Но у кого-то из ребят Даже нет там профиля Там где-то в инстаграме Или что им просто Вот Кому-то поднадоело Ну кто-то Информационный детокс Ну да Потому что Многие уже после Вот наелись Скажем так Можно сказать Вот во время пандемии Сидели Как бы было только это Кто-то уже наконец-то Хочет живое общение Потому что зачастую Такое бывало Мы раньше приезжали На соревнования Там какое-то время Там После тренировочного дня Или как Мы с ребятами Там с других городов Дружили Могли там погулять Пройти просто по городу Еще что-то Потому что Это же интересно Ты приехал В какое-то другое место А ребята Сейчас приезжают И просто в лобби Внизу просто сидят Вот те же Которые списывались Что сейчас Будут они дружить Приезжают просто И все Вот так в телефонах Сидят И дружат Так же продолжают Переписываться Отвыкли А вот так Если глобально Поразмышлять Говорят Например Фигурное катание Молодеет То есть сейчас Фигуристки Олимпийские чемпионки Они очень молодые Ну и соответственно И стареют так же быстро То есть уходят из спорта Вот спортивная акробатика Как меняется И меняется ли Знаете Как-то Я даже не готов ответить Потому что Это настолько индивидуально У нас есть ребята Которые до 30 лет выступают И так же есть Молодые абсолютно Спортсмены То есть я вот выступал До 28 лет И у меня собственно говоря Ребята допускаются На взрослый чемпионат Там с 15-16 лет Вот были и молодые ребята Которые там соперничали с нами И опять же Я там допустим Продолжал дальше тренировать А они заканчивали Ввиду каких-то там причин Но у всех же свои цели Кто-то хочет подняться На высокий уровень А кто-то хочет выступать Там выполнить норматив Там мастера спорта И что Не так-то просто Ну вот Для себя Каждый разные там планки Устанавливает И поэтому Я не готов сказать Что у нас молодеет Или нет Но спорт в целом Молодеет И вообще сейчас Все как-то быстрее И развивается Ну Просто ребята Многие Заблуждаются В том И родители тоже Что они хотят Очень рано Очень много То есть Если там Они ставят для себя задачу Если там в 12-13 лет Уже там нету У него Медалей Которые можно там Лопатой вот так вот Собрать То все Время зря потрачено Время все уходит Это абсолютное заблуждение У каждого вообще Своя временная зона Кто-то чемпионом мира Становился в 30 с чем-то лет Кто-то там в 25 лет Только в сборную команду попал А эти в 14-15 лет Не получилось у них там Всех одолеть соперников И все значит Все это не мое А то что он Из 35 составов Там из 50 составов Со всей страны Или со всего мира выступающих Занял там второе место Хотя все хотят первое То есть это вот Человек себе ставит Что вот что-то не получилось Видимо что-то все-таки получилось Ребята у вас какие цели? Вы перед собой Ну глобально Какие цели поставили? Ну не знаю Выиграть миры там Не знаю даже Не задумывалась Просто об этом Кирилла ты задумывался? Пока чемпионат мира Вот эта цель главная А дальше как здоровье будет Посмотрим Ребят мы за вас Будем очень болеть Желаем удачи вам Ребаз Вашим воспитанникам Будем следить за новостями Спортивная школа Старый городок Спасибо всем Кто провел Свое свободное время Вместе с нами До новых встреч на ОТВ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok